Приветствую вас. Что-то встречается в том, что, с одной стороны, мы не знаем вашего молодого человека, не знаем, чем продиктовано его такое самоотношение, может быть, он действительно вас использовал, может быть, он испытывал к вам какие-то чувства, но при этом не желал быть от вас зависимым по каким-то причинам уже своим. Как правило, это какие-то страхи, какие-то сомнения, предубеждения и прочее. Значит, вне зависимости от этого, вне зависимости от этого, вы не написали, почему потеряли его. То есть, по какой причине вы расстались с мужчиной. А ведь это очень важный момент на самом деле. И если вы, ну, как бы расстались, вот как-то, знаете, так случайно, у вас есть ощущение незаконченности, ощущение того, что отношения для вас не решились полностью, что вы не получили какой-то вот такой точки, ну, точки я имею ввиду, в отношениях точки, да, то тогда вам, конечно, нужно сходить на это мероприятие и просто-напросто понять для себя, все ли у вас с ним закончилось или еще нет, или есть еще, там, какой-то шанс, например, шанс на то, чтобы возобновить ваши отношения. Но, вне зависимости от этого, уже сейчас можно сказать, что есть очень сильно лично у меня подозрение о том, что вы достаточно зависимы от молодого человека. И вот эта вот зависимость ваша от него, это плохо. Это плохо, потому что это делает вас уязвимым, для него, в первую очередь. Это делает вас уязвимым для себя, так же. И вот если вы хотите, вне зависимости от того, если у вас какое-то будущее, возможно ли между вами что-то или нет, если вне зависимости от этого вы хотите все же, чтобы вы были более от него независимы, то вам я бы, я бы рекомендовал в обязательном порядке подумать, в чем заключается причина того, что вы постоянно о нем думаете, что вы хотите там с ним быть и так далее. То есть, понятно, что вы можете сказать, что это любовь, понятно, что вы можете сказать, что вы его любите, но когда человек любит, его, во-первых, всегда готовы отпустить, и во-вторых, значит, любовь, это когда человек хочет сделать счастливым, как бы вне зависимости от того, с нами он или нет, с нами он или без нас. В вашем случае ситуация такова, что вы явно тяготеете к тому, чтобы быть с ним, а это большая проблема. И вот как раз таки нужно вам отделить свои желания, которые вы осознаны или нет, пытаетесь реализовать через мужчину и, собственно говоря, любовь. И вот еще, на мой взгляд, очень большой вопрос, останется ли у вас при отделении ваших желаний любовь. То есть, вы в данном случае, скорее всего, просто путаете подременность в чем-то, реализующейся через человека и любовь. Это две большие разницы. И вот эту разницу вам необходимы для себя открыть. Ну и в качестве способа завершения ваших отношений, в качестве способа даже завершения не отношений, а, я бы сказал, действий, определенного действия, определенной деятельности, которые можно назвать то, что у вас было с этим человеком. Можно назвать, да, действительно, можно назвать поход на это мероприятие для того, чтобы выяснить для себя, если у вас какая-то возможность быть вместе или нет. Потому что если такой возможности нет, вы это почувствуете, тут важно, опять-таки, не обманывать себя, тут важно не сомневаться в своих ощущениях, важно доверять своим ощущениям. Именно ощущениям, не желанием, да, это то, что вы хотите именно, а ощущениям вас, так сказать, доверять для того, чтобы все-таки адекватно оценивать то, что происходит с вами и не жить пустыми надеждами. А в зависимости от молодого человека можно проработать путем обозначения ваших потребностей и удовлетворения их напрямую. А также работать с самооценкой, с воспитанием любви к себе, с более четким пониманием, чего вы хотите для себя, что вам нужно для себя, ну и так далее. То есть вполне возможно, что молодой человек удерживает вас, потому что вы по какой-то причине можете думать, что с другими парнями у вас ничего не получается, ничего не получится, вы никому не нужна, либо вы просто боитесь одиночества, да, то есть, понятно, на то, чтобы тянуться к этому молодому человеку, у вас есть определенные стимулы, определенные мотивы. И вот эти мотивы лично ваши, те, которые сконцентрированы только на вас, и нужно разобраться, дабы вы были свободны. И когда вы будете свободны, когда и если вы будете свободны, можно будет уже говорить о том, что вы реально чувствуете к человеку. Может быть, вполне возможно так же, что вы поймете, что после того, как полностью удовлетворите свое желание, вы увидите и почувствуете, что молодой человек вам и не нужен. И знаете, будет означать, что это не любовь, а просто, наоборот, страсть, увлечение, отременность и все. И ничего хорошего она вам не принесет. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok